Приветствую вас. Смотрю, все негативно очень, по большому счету, воспринимают ваш вопрос. Как-то уж слишком, на мой взгляд, болезненно, что ли, воспринимают то, что девушка младше вас, и то, что ей нет 18-ти, наверное, забывают о том, что, иногда бывает так, что, вообще говоря, если девушка не против, а она явно не против, а это у нее уже не первый опыт встречи с мужчинами старше себя, то никакого, собственно, нарушения закона нет. То есть, все здесь упираются, в принципе, в нормы морали. И если для вас позволительно делать то, что вы делаете, если для нее это тоже позволительно, а для нее это позволительно, судя по всему, то, собственно, ничего аморального вы не делаете. И противозаконного вы тоже ничего не делаете. Давайте мы все-таки вот этот момент постараемся с вами не забывать. Потому что очень легко прийти к осуждению человека, при этом, ну, гораздо сложнее его понять. Вот. Это, наверное, первый момент. Такой в поддержку вас будет. Второй момент. Второй момент. Второй момент. Он, на самом-то деле, более сложный, потому что вы испытываете к девушке, с одной стороны, хорошие, теплые чувства. Вот вы пишете, что хотите жениться на ней. Это здорово. Но, вы знаете, вместе с тем, вот желая на ней жениться, вы вместе с тем не принимаете, получается, ее до конца. Вы пишете о том, что она совершила ошибку, перестала с другим мужчиной, и вам, и вы этого не можете принять. И вот это постоянно гласит. Ну, во-первых, что вам хочется сказать. Само понимание ошибки, само понимание каких-то вот таких, знаете, опрометчивых поступков, оно у вас, я бы сказал, не совсем верное. То есть, видите ли, вот с первым мужчиной девочка переспала, пока он не сказал ей, что он женат. Это ее научила. Научила о более серьезном отношении с мужчином. Дала ей опыт. И этот опыт она использовала для того, чтобы быть с вами, чтобы быть для вас той, какую, какую вы ее любите сейчас. Ведь, надеюсь, вы не будете утверждать тот факт, что без опыта того, который она получила, она не могла бы быть той, кто она есть сейчас. И поэтому вам нужно принять тот факт, что опыт делает человека лучше. Опыт делает человека мудрее. Дальше. То есть, ошибка, любая ошибка, любое поведение воспринимается человеком, как ступенька в развитии. Дальше. Следующий момент заключается в том, что вам нужно задать себе вопрос. Можете ли вы изменить то, что произошло с ней и с вами? Вряд ли. Думаю, вы не будете спорить с тем, что изменить ситуацию, которая случилась, вы не можете. Если вы не можете изменить ситуацию, и вы встретились с ней уже до того, как, точнее, после того, как это случилось. То есть, я имею ввиду, после того, как случилось, вот, и его связь с другим мужчиной, то получается, что вы человека как-то принимали. Ведь, раз хотите, ну, на ней жениться, вы ее, получается, принимаете, но что-то мешает вам принять ее до конца. И вопрос здесь, на самом деле, очень тонкий. Что мешает вам это сделать? Что мешает вам принять человека до конца? Если вы не можете изменить то, что случилось, не можете поменять это, не можете исправить, то мешает вам принять то, что есть сейчас, какие-то внутренние барьеры. Какой-то внутренний барьер не позволяет вам ее принять до конца. И, собственно, вопрос, на который вам желательно ответить, это то, что же мешает вам ее принять. Какие внутренние блоки у вас стоят? Ну, это может быть блок моральный, это может быть блок самооценки, это может быть еще какой-то блок. Это идет из вашего восприятия себя, это идет, к сожалению, из вашей неуверенности в себе. Здесь, поскольку переживание это ваше, то есть вы испытываете негатив от того, что девушка делала до встречи с вами. Заметьте, до встречи с вами до. Она не знала, что встретит вас. Она не могла этого знать, что встретит вас. И вы не знали, что встретите ее. И раз вы ее встретили, то почему-то теперь вы не принимаете ее такой, какая она есть. То есть вы судите ее за то, что было совершено по незнанию. Это означает, что данная ситуация затрагивает в вас какие-то, ну, я бы сказал, я бы сказал. Какие-то моменты, какие-то негативные аспекты, какие-то тревожные, болезненные струны в вашем сознании, в вашей психике, если угодно. И осталось только понять то, что вы не написали. А не написали вы, на мой взгляд, самое главное, не написали вы того, почему же вас так сильно съедает, как вы говорите, данное событие. Почему оно вас не дает? Каково значение для вас этих событий? То есть что вы чувствуете? Что девушка осквернена, что девушка не ваша, что? Каково значение для вас этого? И вот от этого и необходимо исходить. В зависимости от того, какое для вас значение того, что произошло, вот в зависимости от этого нужно будет разбираться с тем, ага, как вам помочь, в какую сторону идти. Это может быть детство, это может быть неудачный опыт во взаимодействии с девушками, собственно, почему вы и пришли к тому, чтобы встречаться с теми, кто младше вас и так далее. То есть это как раз точно нужно разбираться с вами. Далее, далее ситуация следующая. А каждый раз, когда вы хотите обвинить девушку в том, что она сделала, я еще раз повторю одну важную, на мой взгляд, вещь. Она заключается в том, что вас я не обвиняю и не осуждаю. Но если вы любите девушку, то вы желаете ей счастье. А раз вы желаете счастье ей, то, наверное, понимаете, что, ну, вы сами пишете, что вы делаете ей больно. Чтобы больно не делать, нужно заставлять себя каждый раз, когда вы хотите причинить ей боль, хотите сказать ей что-то неприятное. А напротив генерировать позитив, думая в это время о ней, о том, каково ей, о том, что думает она и что чувствует она. Старайтесь удерживать это в центре своего внимания. Старайтесь фокусироваться именно на этом. Вы обращаете свое внимание на себя, на свои переживания, а нужно больше думать о девушке. И если вы с одной стороны будете делать именно это, то есть, если вы с одной стороны будете стремиться разобраться в себе и понять, что же заставляет вас, собственно, испытывать негатив, значит, ну, испытывать неприятие ее. А с другой стороны, если вы будете девушке давать позитив и не будете ее, как бы, нагрушать и винить за то, в чем она и так считает себя виноватой, то вы сможете всегда хранить ваши отношения и ребенок вырастет счастливым, здоровым, спокойным, без проблем. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что вы извлечете определенные выводы из того, что я вам сказал. И надеюсь, вы настроитесь на некоторую работу с тобой, чтобы понять значение того, что вас съедает. То есть, значение того, что вы все время живете этой ошибкой. Почему вам так обидно? В чем, с чем связана эта обида? Какова ее природа? Что это задевает вас? С этим и нужно работать. Если работы не будете, отношения могут закончиться очень плохо, а она, кстати говоря, может после этого уйти к тому мужчине, который ее бросил. Вы же этого не хотите. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго и удачи! Продолжение следует...